Продолжение следует... Я думаю, через физическую боль происходит еще более глубокий процесс, который освобождает. А это сильно было больно? Не то, чтобы больно, знаете, какое-то сопротивление просто было. А так вы помните, как это происходило? Ну да. Все помните? Как матерились, помните? Это от боли вы матерились или это что-то высвобождалось? Во-первых, это сопротивление в какой-то момент. И боль, и все это вместе, она дает вот такую внешнюю ужасную, жуткую реакцию и так далее. Но изнутри я себя спокойно совершенно чувствую. А сейчас хорошо? Сейчас, да, замечательно. Там, по словам Игоря, по мне была некая сущность, которая не хотела выходить, и именно она давала такую реакцию. Демоны? Не знаю. Джины? Нет, сущность. Сущность – это не обязательно демоны. Нет, так. Вообще, этот тренинг, он раскрывает человека. Он дает возможность, мне кажется, по-другому на себя посмотреть на других. Нет, я вообще часто хожу на всякие тренинги, духовные практики, занимаюсь по возможности. Об Игоре узнал на ФРЭ. Видел, как он работал, у меня это очень впечатлило, потому что там их палатка, где они находились, где Игорь со своими коллегами работали, с женщинами, с девушками. Там, в основном, была женская составляющая. Вот. Я посмотрел просто, как они со стороны работали, и меня впечатлило, что она такая энергетика мощная была. Люди раскрывались, плакали, смеялись. В общем, масса эмоций из них выходила. Я думаю, вместе с эмоциями выходили какие-то страхи, какие-то... Какая-то боль, какие-то вещи такие. В обычной жизни мы стараемся это все сдерживать. Вот. То же самое во мне, может быть, это просто агрессия, которую я просто сдерживал все это время. Она просто взяла и вылилась. Ну, вы сейчас себя чувствуете спокойно. Совершенно, да. Как я вот себя до этого, когда приехал сюда, спокойно совершенно чувствую. Сейчас некое такое облегчение. Облегчение от того, что... По Красной площади мы это смертный полн. То, что все, ну, я это узнал. Было ужасно больно. Вот, когда живой живот, на животе не было больно. А вот челюсти. Ну, да, вообще все верно. Агрессия, подавленное зло. Ну, вот это есть. Постоянно пытаешься быть хорошим. Не можешь позволить себе поплакать, потому что это слабость. Не можешь себя пожалеть. Жалеешь других, тебя никто не жалеет. Как-то так. А сейчас как вы себя ощущаете? Если честно, разбито. Вот, когда меня начали обнимать, немножечко полегче стало. Ну, как будто, знаете, вазу так расколошматили, битой, бейсбольной. Одни осколки внутри. А вы не жалеете о том, что пришли? Нет, ни в коем случае. Я в это верю. Я знаю, что энергия, она определяет нашу жизнь. Я знаю, что это есть во всех. И я считаю, это в освобождении. Когда мы стояли, дышали, и когда нас оказывали давление на какие-то точки, это просто растворение физического тела, я так думаю. То есть это ощущение полного расслабления тела, но именно физического. То есть ты ощущаешь более свою энергетическую оболочку, прям видишь на уровне ощущений. То есть все энергетические практики – это в первую очередь воображение. Вот поэтому здесь просто растворился в космосе, так сказать, с космосом связь поймал. И сейчас очень замечательно. До этого я хотел спать очень жутко. Сейчас я просто уже полон энергии, готово двигаться дальше. И физическое боли я не чувствую. Конечно, я думаю, что стоит заниматься различными практиками, чтобы осознать себя как человека в первую очередь. Потому что постоянно вот этот быт, работа, дом, ты как по замкнутому кругу бегаешь. И нужно как-то вырываться из этого, потому что каждый сам загоняет себя в рамки, я думаю. Каждый сам для себя ставит эти рамки. И только каждый человек сможет выйти из них. Потому что он поставил, он его берет. Я не знаю, ощущение, наверное, потрясающее. Это, знаете, как чувство... Все говорят, новая жизнь. Наверное, это и есть новая жизнь. Я не знаю, физически это как лежишь на пляже, наверное, и ничего не думаешь. Это, наверное, вот как бы чувство такой... Легкости, что ли. Спасибо.